Всем привет! Я продолжаю нашу эпопею в поисках капитана Гранта. На самом деле нет. Сейчас мы попытаемся найти Владимира. Едем на улицу Победы 252. Возникла острая необходимость в телефоне данного домовладения. Владимиру не могут дозвониться. Заодно у меня есть еще заказик по другому адресу, тоже на улице Победы. Потом посмотрим, будет два ролика или один. Увидим. А сейчас мы просто с вами катаемся. Едем с улицы Партизанской. Изучаем обстановку. Погодка сегодня пасмурная, облачная, ветер пароистый. Кстати, вот Реал Дансе, караопе и под ней еще какое-то кафешка. Работает. И также обращу ваше внимание, что работает кафешка на вокзале. Ой, вокзале, извините, вокзале. Новинки Астра. Столовая. Столовая, ребят. Это уже плюс. Любой из вас может с другого конца поселка Латышка прийти в эту столовку. Шучу. Скоро все откроются, не переживайте. Все будет нормально. Несмотря на то, что пасмурно, вот так вот кажется, да, нету солнышка, погода воздуха 28 градусов, поэтому я уже еду с кондиционером. Ну, мне уже жарко. Ну, учитывая, что я прогулялся уже нехило так. Так тем более. Думал, выйду пораньше. Спокойно будет. А нет, вот где. Жара. Пока еще все спят, наверное. Только блогеры шарятся по улицам. Да и не мудрено, что не поспать-то. Столь ранний час. Тем более, когда еще людей мало. Пересеклицы Алковского. И вот теперь надо уже поглядывать, поглядывать по сторонам. Где-то там дальше. А нет, еще 210-го не было. 232 Владимира. Будем искать. Противоположная сторона. 191-й. 190-го нету. Это у нас 210-й дома. Тут их много. Автобусная остановка. Минутка. Столовые, как вы видите, еще закрыты. Закрыты они потому, что еще не работают они просто ранний час. Но я всматриваюсь, уже всматриваюсь. По сторонам. 224 у нас там какой? 232. 232. Вот она. 232 найден. Сейчас гляну. Есть телефон 232-1. Так. Ух, ёбас. Что там такая собака, что мы... Так, ладно. Давайте мы прокатимся дальше. На обратном пути тут, чтобы встать было мне удобно. Поищем сначала. 320-й победы. Это можно ускоряться. Это я точно знаю. Тут еще 262,7. Там тоже, кстати, может возникнуть проблемка, где поставить автомобиль. 74-й. 74-й. 298-й полет нормальный. Так, я что, на Фламинго, что ли, ею опять? Попали в пробочку. Мусоровоз. Однако. Так, ну, судя по всему, 320-й где-то скоро-скоро здесь мы должны быть. Ну, судя по всему, даже я уже проехал. Начинается, ребята. Вылупляется цепяток. Какой-то босковый стишок. Пойду искать. И так, я прогулялся и уже вот нашел 322-й. Все подсказывает, что 320-й это должен быть вот этот красный дом. Ну, не знаю, других у меня вариантов нет. Сейчас пойду гляну выше. Ну, там уже, по идее, новое. Но все-таки я вижу указатель. Да, если это 320-й, то тоже будет хорошо видно. Ну, 320-й, вот это думайте сами. 320-й, ну что, прекрасный дворик. Большой домик. Балкончики. Тут был магазинчик, я насколько помню. Там уже дальше улица новая. Так же все есть. Ну, думаю, вас интересовал просто 320-й. Поэтому я полагаю, что этот дом, вот этот, из красного кирпичика. Ну, что ж, очень даже симпатичненько. Хурма, дорожечки, зелень, растительность. Очень даже по-современному мне нравится. Там дальше внутри дворик интересный. Пойдемте посмотрим. Раз такая прелесть сзади. Что ж там спереди у нас? Пелось в одной из песен. Ну, спереди я четко вижу шелковицу. Шелковицу с большими листьями. Значит, шелковица тоже не маленькая сама по себе. Должна быть вкусная, но, как видите, следов в ее осталось мало. А вот на дереве ее еще достаточно много. До ростом я не удался достать и сожрать ее. А, апельсин. Так тогда вот получается. Гостевой дом апельсин, кажется, да? Так вы и написали. Ну, что я могу сказать им? Друзья мои, ну, прекрасный дом. Прекрасный, красивый. С беседками, с киви. Отлично. Очень красивый. Я так думаю, сверху даже вид будет отличный. Всякие агавы тут цветут. Колодец. Кактусы, киви. Очень мне нравится домик этот. Хороший у вас выбор. Современный. Есть кафешка. Возможно, вас даже подкармливать слегка будут. Кафе, гостевой дом, апельсин. Сочный отдых. Ну, пока я вижу, кафе не работает. Но в целом, я вам скажу, что мне очень понравилось. Очень понравилось. Понравилось, а, или понравилось все сцены. Сейчас я пойду на противоположную сторону перейду. Я покажу вам, где-то в противоположной стороне. Вот, как напротив апельсина. Ну, что, ребят, хороший дом, красивый дом, интересный. Сайдинг у него такой, знаете, приятный, мне нравится. Выси только новая. Так что, думаю, вам понравится. Что касается удаленности до моря, от моря. Скажу вам по секрету. Вот именно здесь, внизу. Вот именно вот там он, пляж Фламинго. Тут, кстати, столовая раз, там выше столовая два, магазинчики. Ну, я думаю, столовые вам уже и не нужны, у вас они так есть там в доме. Ну, а сравнительно недавно я, по просьбе Юрия, проходил маршрут как раз вот от пляжа Фламинго до пляжа Дельфин пешком. Причем в обратном направлении, то есть снизу вверх. Если я не ошибаюсь, это заняло там не так много времени, порядка 8 минут. Так что, я думаю, что если вам с него стоит Фламинго, то вы с легкостью можете пройтись, прогуляться до Дельфина. Как видите, машин очень много. Это даже хорошо. Хотя, в принципе, все из которых я сейчас вижу, все местные. А то, как уазиков, затерялся. Так что, вот такие вот мои, умное заключение, касаемые грифтевого дома Гапельсин. Дом красивый, симпатичный, все в столовой. Пляжи не так далеко. Даже, я бы сказал, недалеко. В общем, думаю, вам понравится. Единственное, что, возможно, вас немножечко смутит, это удаленность от пляжа. О, от пляжа. От центрального парка, и все. Ну да, это придется ехать туда, ближе к центру. Ну, а пока всем спасибо за внимание. До свидания. Поеду искать Владимира. Если найду, то найду. Не найду, потом заеду. Не смог вам не показать. Вот видите, автомобиль сдает комнатки. В парадоксе в том, что у него армянские номера. Человек приехал с Армении, сдает комнатки. Возможно, у него есть и движимость, конечно, я не спорю. Но вероятность плюс 20% крайне велика. Так, едем. Едем в соседнее село Владимиру. Возможно, человек спит. Сейчас начнет меня ругать матом. Нецензурными словами. А Рафик-то не виноват. Меня только попросили, я и поехал. Добрая душа такая. Безотказная. А вы пользуетесь этим. Пользуетесь. Посылайте туда неизвестно куда. Найти то, неведомо что. А у меня тут светофоры красные. Искание опасное. И тормоза вон как жалобно поют. Замучил я их с утра. Ладно, немножко прокатимся. Хотя нет, наверное, все-таки я выключу камеры, потому как память-то надо экономить уже. Уже и так много роликов надо экономить, экономить. Ладно, всем пока, друзья мои. До новых встреч. В эфире. Итак, я прибыл на Победу 232. В поисках Владимира. Пойду спрашивать. Всем пока.